всем привет меня зовут юлия кремлёва я астролог вы на моем канале спасибо огромное что смотрите это видео сегодня поговорим о совместимости юрия шатунова со светланы шатуновой я уже сделала разбор светланы шатуновой отдельно и юрия отдельно также можете посмотреть на моем канале про андрея разина он тоже под эту тему подходит поэтому я об этом сейчас здесь говорю также хочу обратить ваше внимание на то что у меня есть группа в телеграме и если вам интересно то пожалуйста переходите по ссылке я оставлю внизу в описании можете присоединиться ко мне в группу также у меня есть еще к вам одно предложение поскольку очень часто вот в моей группе задают вопросы по спортным моментам в натальных картах я могу вам предложить за 300 рублей поста построить эту карту и сделать скриншот выслать вам виде скриншота вашу натальную карту если есть какие-то вопросы я могу их немножко прокомментировать но стоимость для россиян 300 рублей для тех кто живет на территории других стран 3 фунта стерлинга я думаю что это совсем не высокая цена поэтому приходите обращайтесь если у вас возникают такие вопросы но давайте сейчас перейдем к карте непосредственно внизу эта карта юрия шатунова верху эта карта светланы шатуновой ну и как вы видите у юрия луна находится в двадцать девятом градусе знака зодиака стрелец вы знаете еще может быть луна находится в знаке зодиака козерог вот здесь вот немножко спорный такой момент не знаю точную ректификацию юры гороскопа я не делала кстати юрию царствие небесное очень жалко жаль его нет с нами вообще рано ушел человек без просто вот без комментариев действительно мог бы еще пожить мне очень жаль что его не стало хотя его фанатка я вообще не была песни его мне нравились ну так себе голоса у парня нет конечно вы можете закидать меня помидорами огурцами чем хотите ну вот я человек который учился вокалу знаю что это такое юрий петь не мог хотя я назвала данное видео спорила ли с юры светлана потому что увидела его видео клип один из последних не спорь со мной здесь поет тогда не спорь со мной ну что это за звуки такие ну в общем ладно об этом можно много говорить я вот удивительно что человек столько лет провел на сцене и не не понимает как петь но конечно же у вас может быть совершенно другое мнение поэтому давайте пишите в комментариях спорьте со мной так что я буду только рада если вы прокомментируете посмотрите пожалуйста про луну у светланы находится в знаке зодиака скорпион у него в стрельце либо в козероге но если разбирать луну в козероге то в общем то со светланины луной скорпионе они несколько подобны почему потому что между этими лунами вероятно существует секстиль и такая приземленная луна юры если она у него стоит в козероге очень импонировала эмоциональности и интуитивности луны светланы здесь у них могло бы быть взаимопонимание но вот я не знаю где стоит луна у юры может быть стрельце и в этом случае между лунами юры и светланы тоже есть взаимоотношения но через знак а все-таки стрельцовская луна это не луна козерога здесь у юрия есть своя интуиция но здесь они не очень созвучны со светланой и к тому же еще огненная стихия и водная стихия здесь они могли либо один тушить пожар в душе у другого либо другой испарять водную стихию светланы да вот здесь вот могла могла быть некая несостыковка у них по лунам по эмоциям и по домашнему быту то есть люди могли не понимать друг друга как это так ты там делаешь что-то какие-то рутинные обязанности выполняешь не так как я считаю верным причем это могло быть у обоих и здесь они могли ну недопонимать друг друга очень важная планета в гороскопе супругов это венера у юрия венера стоит в двадцать одном градусе знака зодиака вес весы и с ураном посмотрите здесь прям четкое четкое соединение то есть юрий был рад находиться вдали от семьи он постоянно гастролировал его не было дома ну от супруги именно не семьи до супруги и в общем-то это указание на такой дистанционный брак на гостевой брак на то что люди постоянно находятся в разлуке и это то что в браке существовало ну дистанция такая граница за которую нельзя переходить что-то можно сказать что-то нельзя и вот с юрием было сложно в этом отношении а у светланы посмотрите какая венера замечательная это венера стоит знаки зодиака стрелец вообще про светлана можно сказать что она девушка очень щедрая она не будет так уж прям деньги особенно жалеть для чего-то я думаю что она занимается какой-то благотворительностью вот очень часто у венеры знаки зодиака стрелец это так также указание на мужа который живет за границей который иностранец а вот мы с вами знаем что светлана вообще жила в германии когда они встретились с юрием и в общем то она иностранка не было но она была эмигрантом а это кое-что похоже и здесь у юрия например соединение с ее венерой юрия нептун и венера светланы соединились друг с другом то есть это вообще еще усиливает такое указание как эмиграция у обоих и вы знаете вот он светлану загипнотизировал ну и конечно нептун отвечает за музыку то конечно светлане понравилось что он занимается музыкой светлане понравилось что он переехал к ней в германию в общем то они жили за границей в эмиграции но самое главное это сексуальные отношения в паре посмотрите у юрия марс стоит знаки зодиака телец этому марсу здесь не место ему здесь но плохо в общем но не должен марс стоять в тельце честь слова с другой стороны это неплохо неплохое положение для юрия почему потому что рукастый парень он скорее всего очень много чего делал руками а у светланы марс стоит знаки зодиака скорпион это самый лучший марс вообще какой только может быть и здесь у юрия и светланы марс находится в точной оппозиции по отношению друг другу а это я вам скажу неплохо потому что люди видят друг в друге сексуальные объекты то есть светки очень серьезно понравился юрка а юрки светка прям вот вообще круто подошла кстати вот знаете серьезная такая любовница светлана ну просто чудо вот парни если видите девчонку с таким марсом знаете что в постели будет вообще все круто вот ну а юра конечно юре пришлось до нее как бы дотягиваться умением входить в это сексуальное прекрасное состояние чувственное состояние и прочее я не буду здесь углубляться в более такие подробные детали почему потому что youtube он очень ну против подобных воспроизведений но если вам нужна частная консультация по вопросам секса то вообще не стесняюсь абсолютно ничего задавайте да кстати тем кто для кого секс фу конечно конечно я не ваш астролог ни в коем случае не приходите ко мне для меня секс это круто солнце у юры стоит знаки зодиака девы что такое солнце это так как себя мужчина проявляет вот у светланы стоит солнце она тоже себя проявляет как я как творческая энергия в знаке зодиака скорпион прям вот 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 только-только вошло туда в этот знак зодиака скорпион и здесь они с солнцем и подходят в общем-то по стихийно почему потому что у светланы вода у юры земля и тут может быть взаимопонимание между друг другом вода всегда польет землю а земля всегда напитается водой с огромным удовольствием поэтому хотя и нет здесь аспекта между этими солнцами но зато есть взаимопонимание именно по творческой энергии так что светлана прекрасно понимала чем занимается юра понимала его творческое начало и так далее если у вас остались какие-то другие вопросы по поводу юры и свет и пожалуйста задавайте их в комментариях приходите ко мне группу телеграм если кому-то интересно астрология более подробно я желаю всем счастья мира любви здоровья я за звездный позитив